Нас инстинктивно привлекает то, что соответствует нашим мыслям и характеру. Мы просто не можем это контролировать и наше подсознание тянет нас к определенным вещам. Этот тест поможет вам взглянуть за дворки вашего подсознания и понять темную сторону вашей личности. Ну а прежде чем начать не забудьте подписаться на мой канал. Также нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Итак, посмотрите на изображение и выберите одно животное, которое притягивает вас больше всего. Многие считают, что волк это детище ночи, союзник тьмы и дитя дьявола. Однако на самом деле волк никогда первым не нападает, если ему не угрожать и никогда не убивает без надобности. Одиночка по натуре это одно из самых таинственных животных, которое прячется в тени, ожидая, когда добыча подойдет поближе, чтобы наброситься на нее. Если вы выбрали волка из всех животных, то у вас сложная и загадочная личность, как у волка. Так же, как и он, вы никогда не нападаете, если вас не провоцируют. Вы человек мягкий, но можете быть безжалостным, если довести вас до крайности. Если вам угрожают, вы предпочитаете не реагировать, а ждать подходящего момента. Свою месть вы планируете терпеливо и точно, и когда ваш соперник уверен в безопасности, даете волю своей ярости. Большинство людей, глядя на вас, полагают, что вы безобидны и вами можно манипулировать, но мало кто подозревает, что в случае опасности или провокации вы способны действовать стремительно и искусно. Ваша преданность, как у волка, способна длиться всю жизнь, так же, как и ваш гнев, если вас довели до ручки. Летучие мыши стали вдохновением для создания таких героев, как Бэтмен и Дракула. Есть что-то по-настоящему темное в этих ночных существах, которые исчезают днем, свисая с потолка темной пещеры и рассматривая мир вверх ногами. Если вы выбрали летучую мышь, то у вас непростая личность, состоящая из множества слоев. Во-первых, для вас мир никогда не бывает просто черно-белым, вы живете в серой зоне. Вы не придерживаетесь моральных устоев общества и никогда не подчиняетесь, что бы ни случилось. Ваш взгляд на мир отличается от остальных, ваши чувства юмора, а также взгляды на жизнь направлены на темную сторону. В вас есть что-то, что выделяет вас из толпы, ведь вы, как никто другой, способны уловить все тонкости мира. Вы скептик и вам нелегко доверять другим. Можно сказать, что благодаря своим личным качествам вы смогли выйти за грани добра и зла, правильного и неправильного, хорошего и плохого. Вороны очень часто ассоциировались с темными признаменованиями. Эти темные птицы считались предвестниками гибели и разрушения. Но также верно и то, что это чрезвычайно умные птицы, способные имитировать человеческий голос и легко приспосабливаться. Почему же вас привлек ворон? Ваша личность может быть такой же темной, как и у ворона. Вы из тех людей, которые скрывают свою темную сторону. Вы прекрасно умеете наблюдать за людьми на расстоянии и буквально читать их мысли. Вы ясно видите мрак, скрывающийся в сердцах других. Как и ворон, вы ждете нужного момента, чтобы дать волю своей темной стороне. Вы приспосабливаетесь, меняетесь и перемещаетесь, чтобы занять нужное место для удара. Вы очень настойчивы в достижении своей цели. Кроме того, вы так же, как ворон, не причиняете вреда, если вас не задевает. Только если вас доводят до крайности, ваша темная сторона становится по-настоящему пугающей. Черная пантера – одно из немногих животных, вызывающих восхищение и страх одновременно. По своей природе, это загадочное существо, одиночка, которую все уважают и боятся. Во многих народах пантерам поклоняются и почитают их как яростных защитников. Тихая, наблюдательная и смертельно опасная, никто не может сказать, что у нее на уме. Это воплощение самой таинственности. Если вы выбрали черную пантеру, то по сути вы человек скрытный, который является загадкой для других. Вы сочетаете в себе множество черт характера, которые выделяют вас среди остальных. С одной стороны, вы готовы яростно защищать тех, кого любите. С другой, вы можете быть жестоки с теми, кто вам угрожает. Вы выстраиваете отношения с людьми по принципу, вы получаете то, что заслуживаете. Если к вам хорошо относятся, вы будете лучшим другом. Но если человек сделал подлость, ему практически не удастся избежать вашего гнева. Мягкий как человек, но бесстрашный соперник, поэтому людям лучше не открывать темную сторону вашей личности. Паук-черная вдова известен своим ядовитым укусом, а самки иногда съедают самца после спаривания. Темные и таинственные эти пауки ждут, когда их добыча попадет в сети. И выпускают свой яд, позволяя жертве умереть, и лишь после этого спокойно ее съедают. Они обладают способностью оставаться в тени самым невообразимым образом, что делает их невероятно опасными. Ваш выбор паука-черной вдовы намекает на очень темную личность. Если вас разозлить или довести до предела, у вас не будет выбора, кроме как показать все, на что вы способны, и это может быть очень опасно. Первое, что вы делаете, это внушаете своему противнику ложное чувство безопасности. Как только человек теряет бдительность, вы постепенно начинаете плести сети вокруг него, в то время как он не подозревает о том, что оказался в ловушке. Когда же человек полностью подчинился и не может вам ничего возразить, вы добиваете его своими смертельными выпадами. Когда с кем-то покончено, в вашем сердце не остается и следа от былых чувств. Человек, решивший встать у вас на пути, горько пожалеет о том, что решил вам напакостить. Кошки с древних времен ассоциировались с темным искусством и смертью. Во многих культурах это были существа, находящиеся на грани между миром мертвых и живых. Также их часто изображали в виде зловещих и потусторонних существ, которые проникновенно смотрят вам в глаза. Если ваше внимание привлекла кошка, у вас достаточно интересная и изменчивая личность. Вы можете быть игривы, как котенок, только пока вас не спровоцируют. Если такое произойдет, вы превращаетесь в фурию и становитесь настоящим исчадьем ада. Будь терпеливы, умны и коварны в своих мыслях и действиях. Когда вы решаете действовать, люди могут даже не знать о вашем приближении, не говоря уже о ярости, которую вы готовы на них обрушить. Вы ведете себя спокойно, выжидая и наблюдая. Тот, кто вас обидел, будет горько раскаиваться в этом. Но с крючком и изогнутая шея. Эти птицы являются падальщиками в природе. Они охотятся стаями, летают кругами, сосредоточившись на своей цели и поджидая удобного момента, пока добыча не умрет. Затем они спускаются и медленно, но верно разрывают тушу. Если ваше внимание привлекла эта птица, вы обладатель личности, способной внушать страх, но скрывающейся под маской спокойного и нежного отношения. По правде говоря, падальщики нападают только, когда вынуждены и едят только то, что им необходимо. У вас скрытная и проницательная натура, когда дело касается отношений к жизни. Вы очень наблюдательны и обладаете непоколебимостью в достижении желаемого. Вы хитры и изворотливы, но только с теми, кто этого заслуживает. В реальности вы никого и никогда не обидите, и вас нельзя назвать вспыльчивым человеком. Вы открываете свою темную сторону только в крайних случаях, а в остальное время вы довольны своей жизнью, летая высоко в небе вдали от остальных, наслаждаясь своей свободой. А какое животное выбрали вы и похож ли результат на то, что есть на самом деле? Обязательно напишите в комментариях, мне будет интересно это узнать. Ну а у меня все на сегодня, желаю всем хорошего настроения, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok